На этой неделе администрация Байдена объявила, что наша страна так богата, что мы собираемся отправить еще 2,6 миллиардов долларов, угадайте кому, Украине. И куда же идут деньги? Ну, компаниям типа Raytheon и Lockheed. Они и рады. Именно поэтому оборонные подрядчики США пригласили президента Зеленского, нового Джорджа Вашингтона, для речи на конференции по обороне в Остине, Техас, в конце месяца, как сообщает Хилл. Невероятно. Куда идут все эти деньги и оружие? Зачем мы это делаем? Дэн Макгрегор, наш частый гость, выступал против вранья. Именно поэтому украинское правительство отметило его лично. Мы рады и польщены его появлением. Дэн Макгрегор, спасибо огромное. Итак, оборонные подрядчики собираются принять Зеленского, и мне интересно, могло ли это быть более явным? Возможно, нет. Конечно, к этому времени эти военные действия уже могут закончиться. В настоящий момент дела идут очень плохо, из-за чего украинцы и в отчаянии. Список, так называемый список смертников, в котором и я, и многие американцы, являются отражением этого отчаяния. Но большая картина весьма понятна. Украинцы сосредоточились на захвате, возврате и удержании территории. Русские не особо обращают внимание на территорию, они концентрируются на уничтожении войск. И так как оборона на юге провалилась, 30-40-50% потерь, множество оборудования. И не забывайте, что когда оборудование приходит, только 30-40% доходит до украинцев, остальное тонет в море коррупции. Но сейчас это отчаяние весьма опасно, так как они проиграли еще раз под Харьковом. И люди в Вашингтоне говорят, что еще мы можем сделать, и вообще-то говорят о потенциальной ядерной войне и победе в ней, что, конечно же, безумие. И мы должны были забыть об этом еще очень давно, но это вернулось вновь. Это, конечно же, трагедия для тех, кто еще живет в Украине, и их гибнет множество. Почему не приостановить эти военные действия, что вернет нормальные цены на энергию и остановит надвигающуюся экономическую катастрофу? Ну, я думаю, администрация Байдена пытается понять, как ей отступить от крайней позиции, которую они заняли. Я не думаю, что им это легко удастся, а вы? Я... Знаете, я думаю, что последствия непринятия этого решения могут привести к обнищанию Запада. Так что, может, пора? Абсолютно. Но я пока этого не вижу. Да, я тоже. Полковник Дуглас Макгрегор, попавший в украинский список смертников. Спасибо, что пришли сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok